здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовой тети тани у меня уже от злости язык заплетается а знаете почему такая злая вот очень редко покупаюсь на вашу привычку подсадить что-нибудь на грядке где не хватило семян у меня получилось наоборот вот здесь с прошлого года росла петрушка и я оставила кусочек уж больно хороша была петрушка и что видите вот эти заросли семенные да поскольку я в отсутствии все лето практически уж петрушка себе позволила семян образовать столько сколько не надо я сейчас удалю ее серпом а потом дальше речь пойдет о свекле и почему о свекле вы поймете так посмотрите это заросли просто никогда так не делайте почему да потому посмотрите на эту свеклу чахлое дохлое существо это чахлое а это вообще не развелась я уже сто раз говорила что свекла это принцесса среди овощей она не потерпит затенения даже собственными листьями не то что какой-то там невероятно растущей петрушкой вот вам результат вот эти свеклы были прикрыты петрушкой из них ничего не выросло а вот это свекла посмотрите какая красавица это конечно моя любимая одноростковая цилиндра она просто великолепна только потому что ей хватило солнца но про свеклу еще не все сюда идите со мной так поглядите у каждой свеклинки внизу ну такие знаете вот листья вот некрасивые да кто-то поел их что-то пожелтело и нам конечно хочется что сделать вырвать а чтобы красиво было а знаете почему вот такие нельзя листья обрывать надо подождать пока они высохнут пока они не отдадут все питательные вещества и не пропадут сами потому что если вы начнете срывать вот эти нижние листья со свеклы она что сделает правильно она зацветет и ваш корнеплод станет жестким и неудобоваримым это очень важно и вы должны это помнить помните я вам рассказывала историю свеклы это одно наверное ну почти практически одно растение солянка на нашем огороде свекла приехала исторически с берегов средиземного моря если я не ошибаюсь именно там где много соленой воды и это что значит а это значит что за лето ее дважды хотя бы надо полить соленой водой из расчета ну хотя бы 100 грамм на 5 литров воды то есть 200 грамм на 10 литров это нормально и тогда у свеклы исчезают концентрические круги которые жесткие да вы же знаете варите свеклу и у нее прям эти круги но они прям с волокнами их кушать невозможно и она становится от соли более сладкой вот так вот мои дорогие и помните способ который вам показывала когда мы сеяли на крапиву так вот то свекла была просто великолепная вот не знаю как в этом году цилиндра будет на вкус потому что у вас может быть и холодно а у нас нет у нас 40 33 завтра 32 можно просто уже расплавится при такой температуре растениям это не полезно они тяжело выдерживают такие перепады а вот послезавтра будет 19 представьте растение в шоке просто поэтому следите внимательно за своими плодо овощными культурами обязательно свеклу дважды за сезон вы поливаете соленой водой 200 грамм на 10 литров не обрываете ей желтые листья а только сухие чтобы не спровоцировать ее на выброс цветоноса